Всем доброго дня! В эфире хроника Западного Азербайджана. Мой собеседник, доктор философии по политическим наукам, эксперт по межнациональным отношениям Моисей Беккер. Добро пожаловать. Здравствуйте. Моисей Мялен, как вы оцениваете последние процессы, происходящие в мире? Какими должны быть процессы безопасности и развития на Кавказе и Ближнем Востоке? Какую роль играет и должен играть в этих процессах религиозный фактор? Как воспринимается позиция Азербайджана по этим вопросам в мире? Смотрите, во-первых, в мире сейчас вообще происходит переформатирование всей системы международных отношений, что связано с тем, что появляются новые более важные игроки, такие как Китай и Индия, которые успешно конкурируют с глобальным лидером Соединенными Штатами Америки. И в связи с этим происходит вообще передел, в общем-то, всей ситуации, которая сложилась после Второй мировой войны. Сейчас все разрушается. После разрушения Советского Союза вообще все изменилось, вся карта. Ну, тогда был один единый лидер Соединенные Штаты Америки, но американцы как-то прозевали подъем Китая, поэтому, в общем-то, сейчас идет борьба глобальных лидеров. И, естественно, что он затрагивает весь мир. Это связано и с тем, что ресурсы нужны и необходимы всем, и с тем, что мировая торговля сегодня не зрает практически границ, и с тем, что сегодня идет разделение труда, и каждая страна выпускает определенную продукцию, которая нужна для всех остальных стран. На сегодняшний день всегда вот этот Южный Кавказ, всегда вот эта часть, она всегда находилась в центре мировой политики, начиная с дальнейших времен, со времен открытия Великого Шелкового Пути, когда через Азербайджан и вот эти среднеазиатские государства и все, шел Шелковый Путь из Китая в Европу. Азербайджан, как государство, вот оно утвердило себя после победы в 44-дневной войне, и Азербайджан показал себя как государство сильное, государство экономически развитое, государство, которое сказало свое веское слово в этом регионе. Понятное дело, что не всех это устраивает. Понятное дело, что есть страны, которые недовольны тем, что появляется конкурент. Но, в первую очередь, это наши южные, соседи. Ну и, понятное дело, проигравшие Армении, которые, в общем-то, после событий 1991-1994 года, когда они забрали Карабах и оккупировали эту территорию, они считали себя победителями, считали себя как бы равными, ну, с Ираном, с этими странами, которые, значит, претендуют на лидерство в регионе. Сегодня Армения лидерство в регионе потеряла. Сегодня лидерство оспаривает Азербайджан и Иран. Поэтому отношения между двумя странами, они напряжены. И мы это знаем, мы это чувствуем. И эта напряженность, она не будет спадать, она будет только усиливаться, потому что Ирану не нужен сильный, светский Азербайджан, который является очень нехорошим примером для его собственного населения. что вот это региональное соперничество, оно будет только усиливаться. И Азербайджан, естественно, как страде, которая претендует на определенную роль в районе Южного Кавказа, безусловно, нужно опять вооружаться, опять ввести, конечно, разумную экономическую политику и, значит, не потерять своих союзников и друзей, которые поддерживали Азербайджан вот в это время, в период 44-дневной войны и подготовки к этой войне. Потому что война не случилась просто так. К войне очень долго готовились и очень долго собирали силы. Вот это все надо сохранить. Как вы оцениваете происходящие в Армении процессы? Как выглядит нынешняя Армения в международных отношениях? Какую ситуацию может создать в регионе, клонящийся к западу официально Ириван? Ну, смотри, Армения всегда была государственной попрошайкой. Об этом еще говорил их главный идеолог Горигин Дже. Ну, пособник нацистов, который, в общем-то, сотрудничал с гитлеровцами. И он, у него есть его знаменитый цехокрон. Да, я как раз написал на эту тему книгу «Идеология геноцида», где провожу сравнительный анализ идеологии Горигина Дже и нацистской идеологии, то есть Майнканг Гитлера и Юлиуса Штрейхера, вот, Шедер Штюрера. Да, и он сказал, что мы всегда были государственными попрошайками. Я имею в виду не себя, нет, Армения. И мы всегда пытались на кого-то опереться. И самое главное, что он сказал, что любой договор – это бумажка. Это бумажка. И то, что он подписал Пашинян 9 ноября 2020 года, он, наверное, не воспринимает это серьезно. Он воспринимает это как бумажку, потому что это был период временной слабости. Я, в таком случае, понимаю так, потому что все его действия об этом говорят. Вы смотрите, прошло больше трех лет. Война окончена, как будто бы. Но где мирный договор, который должен был подписан? Где демаркация, делимитация границ? Где, наконец, показаны эти границы? Где, наконец, сказано, что это ваше, это наше? Значит, претензии, видимо, скорее всего, еще остались, раз он не подписывает. Он обещал изменить декларацию о независимости Армении, где был включен Карабах, как часть Армении и так далее. Да, хотя они как бы не претендовали и говорили, что мы здесь с краю, что мы здесь ни при чем. Но, тем не менее, этот фактор есть. Но он не меняет ничего. Потом, где Зангезурский коридор, о котором говорилось? Пока на сегодняшний день идут только разговоры. Причем разговоры идут на разных площадках. Он пытается где-то на кого-то опереться, товарищ Пашинян или господин Пашинян, я не знаю, как его называть правильно. И все время пытается улизнуть от серьезных разговоров. Армения сегодня, она ищет какого-то сильного покровителя. В основном, вот сейчас она завязала с Францией. Это понятно. Французы хотят каким-то образом здесь, так сказать, утвердиться на Южном Кавказе. Дело в том, что Франция терпит крак во своих бывших колониях. В Африке, значит, ей нужно отдушенно, значит, ей нужно куда-то пойти в другую сторону, где-то сказать, что мы все-таки великая держава. Ну, по статусу она великая держава. По всем основным показателям, уже данным, да, но от этого статуса надо было отказаться. Ну, пока она есть. Ей нужно каким-то образом подтвердить свой статус. Поэтому она хочет прийти в Францию, на Южный Кавказ. И Армения ей в этом деле помогает через армянскую общину, которая во Франции насчитывает всего один процент населения. Но она достаточно богатая и влиятельная, поэтому она оказывает влияние, в общем, на все эти события. Но, кроме всего прочего, Пашинян пытается и Соединенные Штаты сюда притянуть. Вот сейчас идут выборы в Соединенных Штатах. Мы знаем, что американская система выборов, она двухступенчатая. Там не прямой выбор президента, выбирает выборщиков. Каждый штат дает определенное количество выборщиков в зависимости от количества населения. Самое большое количество выборщиков из 538 дает Калифорния, штат. А в Калифорнии самая большая армянская община, которая насчитывает по разным оценкам от 500 до 700 тысяч человек. Но это не просто 500-700 тысяч человек. Это очень активные люди и достаточно богатые. И Пашинян надеется и на Соединенные Штаты. То есть он пытается всеми возможными способами ничего не подписывать, поскольку он не хочет на себя брать никакой обязательности. Вот это, конечно, напрягает. Но с другой стороны, давайте говорить так, на сегодняшний день Армения страна вымирающая. Демографическая ситуация сложная. Население не растет. Молодежь в основном убегает где-то на заработки, куда угодно, только где остается в Армении. Население стареет. Ресурсов нет. Экономическая ситуация там никогда не была. Очень серьезный и сильный анализ. Сейчас, в общем-то, лучше не становится. Армении было бы выгодно открыть Беглинский коридор. Было бы выгодно заключить настоящее соглашение с Азербайджаном. Было бы выгодно. Но дело в том, что вот это, значит, их тянет назад страх подписать мирный договор. Страх взять на себя какую-то ответственность. Потому что до сих пор в голове армянского населения и армянских идеологов стоит идея создания Великой Армении от моря до моря с территорией 400 тысяч квадратных километров с населением, я не знаю каким, поскольку там всего, там меньше двух миллионов, по-моему, находятся сегодня. Армения – это государство двух городов – Еревана и Гюмри. Все. Моисей Мялем, сейчас в Армении существуют реваншистские силы. Видимо, их вдохновляет Европа, в частности, Франция, как вы сказали. Каково происхождение антиазербайджанской политики во Франции? Ну, смотрите, антиазербайджанская политика во Франции исключительно связана с армянской общиной. Я почти уверен, что большинство французов даже не знают, где находится Армения, что за конфликт между Арменией и Азербайджаном. Поскольку каждый из них занят своими делами, и совершенно безразличны, где кто находится, где-то на каком-то Южном Кавказе есть какая-то микроскопическая Армения, у которой есть конфликт с Азербайджаном. Я не думаю, что здесь фактор играет религиозный, поскольку французы совершенно безразличны по отношению к религии, и этот фактор их тоже никогда не волновал. Здесь, конечно, только вот эта армянская община, которую сейчас тут недавно назначили еще одного министра армянина в правительстве новом, который создал Макрон. То есть у них позиции сильные, поэтому они постоянно бульжируют эту тему. С этим все связано. Что касается реваншистских настроений, не, ну понятно, любая нация, которая потерпела поражение, она с ней смириться не может. И понятное дело, что она будет стремиться пересмотреть итоги своего поражения. Если вы помните, вот совсем недавно были события, когда небольшая группа с нацистским флагом, гости памятника Гарри Гидден, Жея, мы, в общем, прозиговали, то есть поселитовали, и, в общем, потом их сфотографировали отдельно. Они прошли марш, их было немного, было 10, 12, 14 человек, я, честно говоря, не считал, но просто я поразился тому, что это совершенно спокойно все происходит. Никто их не остановил, никто не сказал, что вы негодяи, которые используются нацистскую символику, которая, в принципе, запрещена во всем мире. Но вот с этой нацистской символикой они промаршировали. Это маленький срез того, что есть на самом деле. Потому что они, вот этот 12-14 человек, отображает мнение очень большого количества армян. Я не читал их проценты, но могу сказать, что очень значительное количество населения Армении настроены реваншистски и хотят войны опять. И это подогревается как диаспора, которая находится во Франции, в Соединенных Штатах. Ну и где-то, наверное, какие-то бизнесмены российские тоже, в общем-то, не против и не прочь, в общем, погреть на этом деле руки, потому что, ну, обычно всегда поставки оружия и так далее дают очень большие доходы и прибыли. Поэтому, скорее всего, они тоже в этом деле участвуют. Вот все это вместе в комплексе, оно, в общем, и подогревает вот эти вот настроения в массе народа. Пашинан не просто так не подписывает ничего. Он просто боится их. Он, может быть, и разумный человек где-то, но он завязан, он связан, он понимает, что потерпев поражение и, имея слабую экономику и мобилизационный ресурс незначительный, он не может ничего сделать. Он не хочет быть самоубийцей, чтобы вдруг объявить войну. Но провокации на границе он будет делать, производить обязательно. Потому что иначе как он оправдает то, что он совершает, то, что он делает? Как ему оправдать, что ему нужно новое оружие? Как ему оправдать, что он должен докупить у Франции там какие-то новые танки, новые самолеты или что-то в этом роде и тратить деньги на оборону, когда страна, в общем-то, находится в критическом положении. Поэтому это все будет происходить. Везде, за каждым действием обычно всегда есть экономические интересы. Потому что политика – это продолжение экономики, иначе быть не может. Поэтому вот то, что он делает, это делается, во-первых, потому что, чтобы оправдать, что народ живет плохо только по этой причине. Как можно сказать, что вы живете с каждым днем все хуже? Если все в порядке, если все нормально. Так же не бывает. А поднять экономику он не может, но не значит, с чего начать. И как это делать? А начинать надо с простого. Подписать мирное соглашение с Азербайджаном, проложить коммуникации и дороги между, так сказать, как продолжение Великого Шелкового Пути, и потом транспортные артерии, которые из Средней Азии пройдут через Армению, которые будут получать на этом деньги. В общем, при желании можно сделать все. Но кто-то его держит. А держит только конкретные круги. Мой следующий вопрос касается антисемитизма в Армении. Армения периодически депортировала азербайджанцев и захватывала их территорию. Та же участь постигла и евреев. В Армении всегда чувствовалась ненависть к тюркам и евреям. Вот как вы думаете, с чем это связано? Это вопрос очень такой древний, старый. Проблема началась с того момента, когда армяне приняли христианство. С этого момента они делали все возможное, чтобы противопоставить Армению, армянскую церковь другим церквам, поскольку у них церковь особая. Она, в общем-то, по всем своим данным, с точки зрения других канонических церквей считается еретической. Но им нужно было еще найти врага. А враг, ну, понятное дело, всегда есть под рукой этой евреи. И с 301 года, как они говорят, как будто они приняли христианство, с этого момента антисемитизм стал частью армянского самосознания. Был период, когда в Византийской империи власть оказалась в руках армян. Но так случилось. И вот самыми большими ненавистниками евреев был Ираклий Первый, который запретил евреям исполнять свои обряды в синагогах и загнал их под поле. Потом он насильно их крестил. Тоже самую политику продолжал Василий Первый. Тоже самую политику Арменус Ликопин тоже продолжал. И евреи бежали из Византии, бежали куда? В Грузию и бежали на север в Хазарию. Когда был Хазарский Каганат, они оказались там именно благодаря тому, что их изгоняли с территории Византийской империи. Ну и вообще всегда армяне конкурировали с евреями. Постоянно. Особенно на территории Османской империи, где была система милетов. И султаны турецкие, они покровительствовали евреям, они покровительствовали христианам. То есть они считали, что это те люди, которые приносят доход. Потому что турки были воинами и администраторами. Они не были ремесленниками, они не занимались такими делами. Это была нация солдат, нация воинов. И поэтому все остальное было в руках армян и евреев. Постоянно шла конкуренция между ними. И постоянно шла вражда. Армяне пытались всеми силами очернить евреев перед глазах султана. И особенно они обозлились, когда султан Байазет II в 1492 году пригласил евреев, изданных из Испании, переселиться на территорию Османской империи. Для армян это был шок, потому что евреи привезли с собой и возможность производить орудия новые. Порох, текстиль. Там очень много было отраслей производства, которое не существовало на территорию Османской империи. Потому что пришли евреи все это дело восстановили, возобновили и начали все это дело производить. Армяне увидели конкурентов. Партии, которые были созданы в 1885 году, была партия Арменикус, была создана армянская. Потом партия Дашнак Цутюн, сначала Гачак, потом Дашнак Цутюн. Но все эти партии проповедовали антисемитизм. И эти партии поддерживали любые антисемитские движения, которые были в царской России, еще в чернососницах и так далее. Они все время выливали масло в огонь, ненависть к евреям. И это происходило постоянно. И вот те же события, которые были в 1915 году на территории Турции, когда армяне начали конфликт с курдами, и курды начали армян, так сказать, изгонять. Турецкая армия пыталась разнять их. Это событие 1915 года, то, что происходило. Они потом обвинили в этом евреи, что евреи устроили вот это все, потому что они считали, что млада турки, то есть те, которые в 1909 году, в 1909 году стали править Османской империей, что они были евреями, что Татюр был из Дон Ме, то есть еврей, который принял ислам. Ну, это, конечно, воронье, там еще доказательств никаких нет, но вот с этой идеей они носятся. Кроме того, знаменитый Гарегин Дже был тоже ярым антисемитом. Он создал батальон Дромедар, который в годы войны уничтожал евреев в Крыму. Ведь в 1144 году Сталин не просто так выслал армян с территории Крыма. Формульировка была такая «За пособничество нацистам». То есть они помогали убивать евреев, потому что те пособники, которые были у нацистов, это только те, кто помогал застрелять еврейский народ. Поэтому армяне антисемитами были всегда. Это для них не новость. И в Армении никогда не было значительного еврейского населения. Вот в той Армении, в которой есть сегодня, в настоящее время, ну, там где-то в 1979 году было тысячи евреев. В 1989 году их осталось 600 человек, а сегодня их осталось где-то 30-40 человек всего-навсего. Микроскопическая синагога, микроскопическая община. И в эту синагогу постоянно бросают фаеры огненные, постоянно ее скверняют. И там армяне сделали такой, типа, хитрый ход. Они поставили две стеллы небольшие, памятные. Одна в память, так называемый, геноцид армян, а другая в памяти жертв Холокоста. Типа, хотят уравнять этих событий. И постоянно оскверняется вот эта стела, посвященная 6-ти миллионам евреев. Так что антисемитизм там был всегда. Что касается отношения с тюрками, ну, в общем-то, врагов всегда можно придумать. И их придумывают. Как можно объединить народ? Объединить народ только при наличии общего врага. Ну, в данном случае, это тюркские народы, среди которых армяне жили. На территории которых они претендовали. Где они хотели создать свою империю. Причем они постоянно находили покровителей, которые периодически предавали. Сначала это были русские цари. Потом русских предали англичанов в 1878 году. Потом англичане их кинули, когда получили Кипр. И от них избавились. Потом они... Ну, в общем, и в Первую мировую войну они тоже фактически предали Османскую империю. потому что стали собирать отряды добровольцев для войны против Османской империи. А в 1918 году, когда распался вот этот сейп цикавказский и образовались три государства защиты. Грузия, Азербайджан и как бы Армения, так армянская территория была 9 тысяч квадратных километров. И они хотели сделать столицу в Александрополе. Сегодня это Гюмри. Но дело в том, что турки забрали Александрополь и им пришлось умолять, просить, чтобы им дали ЮН. И Национальный Совет Азербайджана тогда, в общем, дал, подарил им эту территорию. Ну, в знак благодарности они изгнали всех азербайджанцев. Почему они это сделали? Ну, тоже понятно. Потому что они хотят, чтобы у них была мононациональная республика, где других просто не было. Потому что если сегодня пустить туда азербайджанцев и признать, что они их изгнали, во-первых, надо платить компенсацию за изгнание. Это обязательно. Надо вернуть собственность это все. Там большие проблемы возникают. Армения уже будет не мононациональным государством. Оно будет ну, как бы многонациональным государством будем считать, что там будет два основных народа, получается. А это конфликт, который они хотят избежать. Причем они специально изгоняли людей для того, чтобы показать, что это их территория. А если они их пустят обратно, значит здесь возникают другие проблемы, связанные с тем, что это все-таки не их территория. Моисей Мяленов, вот как раз вы сейчас затронули эту тему. После победы в Карабахе встал вопрос о возвращении на родину урожайцев западного Азербайджана. Нам просто интересно, возможно ли это, как вы относитесь вот к этой политике, проводимой сегодня? Могут ли наши сородичи вернуться туда все же? Смотрите, если на самом деле будет мир, на самом деле будет идти в торговле, на самом деле будут отношения добрососедские, то вполне возможно, что кто-то и вернется. Будут жесты доброй воли и так далее. Это не исключается. Но на сегодняшний день это невероятно, чтобы такая вещь произошла, поскольку нет ни мирного договора, нет ли демокрации границ, нет ничего того, что могло бы способствовать снятию напряженности и установлению наконец-то бразильских отношений между двумя государствами. Я не говорю между двумя народами. Пока между двумя государствами, между двумя народами это уже на все это нужно время. Вот. И пустить обратно азербайджанцев, значит, признать, что они совершили преступление геноцида, потому что изгнание населения это тоже геноцид. Изменение демографической ситуации это тоже геноцид. Не обязательно надо расстреливать людей. Достаточно их просто изгнать. Этого достаточно, чтобы сказать, что это было преступление геноцида. На это я не думаю, что они сегодня на это дело подпишутся. Спасибо большое, Моисей Мялем. Спасибо, что вы приняли наше приглашение. А я хочу напомнить, что в эфире хроника западного Азербайджана и моим собеседником был доктор философии по политическим наукам, экспорт по межнациональным отношениям Моисей Беккер.